Благослови Душа Моя Господа, Благослови Душа Моя Господа, И все внутреннее Моя и святое Его, Благослови Душа Моя Господа, И не забывай всех, кто за я, и Его, и все, что еще и все беззаконие, Братья и сестры, продолжаем нашу встречу, ждем ваши вопросы, вот уже изрядная часть вопросов есть. Как относиться к денежным вознаграждениям, например, чаевым, которые получаешь за свою же работу? Прекрасно, а что такого в этом, вы работали и вам сервис, вам оплатили, вот, абсолютно нормально, чаевым, на который получаю за свою работу, вот, даже такое приличное название не на сигареты, а на чай, вот, я как-то, был какой-то мастерской, потом говорю, мастер, вы курите? Он говорит, нет, но чай пью. Обсчитали в магазине. Как быть, не реагировать? В письмах священномученика Германа Ряшенцева есть эпизод, что у него конфисковали физгармонию, и он просил своего брата подать в суд, так как с беззаконием нужно бороться, не позволять власть имущим притеснять и обирать людей. Как же бороться со сребролюбием? Нет, ну, нормально. Ведь Святая Затауз говорит, что все зависит от намерения, а то так можно пророка Илью называть убийцей, да? Потому что я смотрю так, что есть еще о каких-то официальных отношениях, отношениями с организациями, там, с магазинами, там, с чем угодно, да? Вот, то если тебя обсчитали, нужно показать, показать и попросить, чтобы тебе не надо при этом, там, как-то реагировать, да, неадекватно. Не всегда это злой умысел, иногда это как бы невнимательность просто, да, вот, человека. Поэтому, конечно, особенно, что касается отношений человека, обычного маленького человека и организации, здесь нужно требовать, чтобы все было по закону. Может быть, если вот человек, человек вот так вот обсчитали, да, он подумал, ну, я тебе тоже там было у меня, погрел руки, да, вот. И он это воспримет, как, знаете, вот, пожалуйста, ради Бога, да. То есть здесь нету шаблона для поведения, вот. Но что касается общественного пространства, нужно все стремиться так, чтобы все было по закону. То же самое, вот, пример священномучника, да, и физгармония, да, то есть действительно иногда нужно отставить свои права в суде. Но это в большей степени, в большей степени, с рассуждением, в большей степени касается человека и организаций. И, конечно, с очень большой осторожностью, когда это касается отношений частных лиц. Вот. Это неравноценные ситуации. Конечно, вот те случаи, которые я сегодня перечитал, конечно же, они, ну, вращаются вокруг отношений человека и человека. А так нужно требовать, чтобы закон соблюдался, потому что, ну, сейчас, может быть, тебя обманули, да, но ты неприятно, но не катастрофически. А могут обмануть человека, для которого это весьма, как бы, чувствительно, да. Поэтому в общественном пространстве справедливость и закон нужно обязательно отстаивать. Несколько похожих вопросов. Как бороться со страстью сребролюбия? Так, казалось, я... Извините, пожалуйста, я плохо построил... Я как-то подумал, что как бы очевидно, да. Я думаю так, что очень просто в жизни каждого из нас, ну, если не каждый день, то часто встречается ситуация, где мы терпим некий материальный притеснение или ущерб, или невыгоду от других людей. Вот нужно эти ситуации четко видеть и в них поступить наоборот, не по мирской, а по христианской логике. Вот. У вас есть кто-нибудь, вот, кому друг по другу должны денег? Вот, простите. Нет, серьезно. То есть нужно вот видеть эти ситуации. То есть я еще раз повторю, что я не призываю вас, сейчас придя домой, да, все как бы вот пойти и как бы раздать. Вот. А вот завтра, когда там, опять-таки, кто-то вас там даже там обсчитает, там, не захочет возвращать долг, там, урежет в чем-то, да. Ну, отреагируйте как христиане, а не как обычные мирские люди. Это первый момент. Тут, конечно, можно сказать, что нужно давать милостыню, но милостыню нужно давать с осторожностью, понимая, что деньги, они могут человека привести на плохой путь, да. Более того, что действительно иногда это целая как бы система по игры, да, вот, в нищету для того, чтобы вымотить у доверящих людей деньги. Поэтому я советую, я советую, если действительно человек нуждающийся, предлагать ему одежду и продукты. Но ту одежду, которую бы вы надели сами, те продукты, которые бы вы ели, понимаете, дать бездомному банку тушенки – это издевательство. Грызи, да, как это? А вот то, что вы сами бы надели, да, и вот, пожалуйста, предложите. Вот сейчас наступает холода. Пойдите, купите теплых варежек, перчаток, носков, носите их с собой, отдавайте бездомным. Вот, и это действительно, потому что сейчас начинается у бездомных обморожение на вот такой погоде. Проще сунуть 10 рублей, потому что это не весит ничего. А вот пойти купить продукты, одежду, это еще как-то с собой носить, или потом, зная, что этот человек здесь вот просит милостыню, потом ему туда принести – вот это настоящая милостыня. Вот тоже один из способов борьбы с ребролюбием. Правда, так, чтобы, ну, в плане рассудительности, Иоанн Златоуст, он интересно очень выражается. Может быть, кто-то для себя этого здесь какую-то лазейку увидит, да, но если воспринимать этот совет здраво, то он многих успокоит. Он говорит, что если нас просит милостыню, как бы, что от нас требуется? Чтобы человек не замерз, не умер от голода. То есть, милостыня – это не когда ты повышаешь материальный уровень жизни твоего друга или кого-то еще, да. Понимаете разницу? Повысить уровень жизни и не дать человеку в тяжелой ситуации, там, остаться без лекарств, без еды и так далее. Поэтому можно и не всякому человеку давать, как бы, в долг, вот в этом смысле, конечно. Замечательный такой вопрос. Грех ли дарить дорогие вещи и гаджеты монашествующим? Не является ли это искушением? Я знал одного человека, которому после пострига одна прихожанка, которая очень к нему хорошо относилась, после монашеского пострига подарила ему такую сумочку с едой. Там была бутылка вина, на которой было написано «Пробуди в себе страсть». Так что, да. Я, понимаете, не могу ничего сказать, здесь в Анасе сидит. Я не знаю, вот он обидится меня, что потом… Мне теперь ничего не дарят. Я если отвечу, то не объективно. Да, он ответит не объективно, а я как бы стесняюсь. Мне кажется, что неуместно, да. Хотя, знаете, я не могу судить, вот, нет, как бы сложно это сделать. Я думаю, что монах такой трезвенный, может, и не примет. А если примет, ну, не обязательно, что этот прибор дорогостоящий нужен ему для каких-то обязательно, знаете, вот у него будет этот кайф от обладания айфоном, да, вот. Можно просто потому, что у него много послушания, и, знаете, вот просто сейчас вы знаете, что телефон, там все, почта, контакты, записки, дела, как бы все. Поэтому здесь давайте оставим совести, как бы, каждого человека, вот. Хотите сделать приятное, но никто вам запретить это не может. Вот, вот, нет, извините. Вот я, здесь я так лукаво, скользко уклонюсь от ответа. Ну, просто потому, что, вот, не знаю, мое моральное состояние, вот, что-то мне, вот, внутри не дает, вот, как-то ответить. Вот так вот. О мшелоимстве немного расскажите, пожалуйста. О мшелоимстве, ну, вот, пресловодие, там, лыжа на балконе одна, да, кто-то про это сказал, да. О мшелоимстве, это когда человек держит ненужные вещи, как бы старые у себя, без употребления, которые лежат годами, вот. Но выкинуть почему-то вдруг пригодится, ну, вот, мне кажется, вот этот грех, то есть. А какой у нас литературный персонаж? Плюшкин, да? Плюшкин, да. Вот это, почитайте, вот, при Гоголе, мертвые души, освежите, вот. Все-таки это, да, это такой образ гиперболизированный, вот, но, может быть, кого-то это подвигнет, как-то очистить свой дом от ненужных вещей. Еще один замечательный вопрос. Понятно, что выручка от продажи свечей, крестиков и так далее идет на нужды храма. Но почему Иисус разогнал торговцев, а в наши дни все равно есть это торговля? Как ответить на этот вопрос? Ведь в Библии понятно сказано, что Иисусу это не по нраву. Да, ну, интересно, тут давайте все факты брать во внимание. На общину Иисуса люди жертвовали. И, как вы помните, Иуда носил с собой этот ковчег, куда люди клали свои пожертвования для Иисуса Христа. Христос сказал, что, да, ничего не берите с собой. А почему ничего не берите? Потому что вас должны все обеспечить тем, ну, необходимым, те, кому вы будете проповедовать. С одной стороны, да? Вот. Поэтому тут... Можно еще раз я, чтобы мне на все, как бы, грани вопроса ответить, чтобы ничего не забыть? Вот. А проблема в том, что все это присутствовало, как бы, Господь... Все это присутствовало в безобразном виде в храме. И отчасти, отчасти в таком же безобразном виде это бывает у нас в храмах. Когда ты можешь стоять на службе, а там звенит монета. Да, или идет какой-то разговор, мне вот эту икону, там, вот эту, как бы, свечку. Вот. И поэтому, конечно бы, Иисус в данном случае и нас бы, наверное, за это осудил. Вот. Слава Богу, в храме, где я служу, предыдущие настоятели вынесли из храма, как бы, церковь на лоб. Хотя это не меняет ситуацию, да? Потому что храмовое пространство, в котором торговали в Иерусалиме, это было... Это был, скажем так, в том числе, это был, как некоторые объясняют, бизнес Каиафы и Анны. Потому что все эти ларьки, все это принадлежало им. И, соответственно, они имели с этого доход. Вот. Какое было для этого оправдание? Самое, что интересное, что как-то мне пришлось услышать объяснение православного священника. Ну, как же, все для людей. Вот человек пришел, нужна же свечка. Вот, пожалуйста, свечка. Нужна книжка святая. Вот книжка, там, еще что-то, да? Вот. И там, с разницей, там, в несколько дней я услышал объяснение Равина, которому как раз задали этот вопрос, почему Иисус в Иерусалиме разогнал торговцев, а Равин объяснял, что, ну, понимаете, там все было для людей. Вот приехал человек в Иерусалим, он паломник, у него ничего с собой нет, нужно жертву принести. Вот, пожалуйста, купи козленочка, купи голубей, поменяй мирские деньги там на священные, чтобы ты мог фрам пожертвовать. Все как бы для людей. Поэтому здесь Христос, наверное, выступает, как я думаю, против того, что духовная жизнь превращается в сферу духовных услуг. То, о чем мы с вами, кстати, уже, о чем мы говорили. И хочу заметить, что Христос-то в этот храм приходил. Он молиться туда приходил. Вот, у нас как-то так, ну, в храме там лавка, а я туда не пойду. Да, Христос выступал против этого, разгонял вот все безобразие, вот этот вот базар восточный, который там образовался. Но в храм он этот ходил. Опять-таки, если вы хотите, чтобы этого не было, пожалуйста, становитесь создателем прихожанами и содержите свои приходы. И тогда вы, батюшка, вот мы же храм целиком содержим. Давайте вот уберем лавку, вообще ее уберем, пускай ее вообще не будет. Да, нам она вот мешает. Да, и все. Пока мы такой ответственность взять не готовы, что делать настоятелю, которому надо этот храм содержать? Не только храм, на храм. То есть нужно понять, что жертвовать на храм, это на содержание духовенства, сотрудников, людей, которые там работают, плюс там все там коммунальные платежи, там и храм как таковой, в общем-то, непосредственно. То есть на содержание храма вы должны понимать, что сущеннослужители, они не питаются там вот кем-то, чем непонятно там, да, вот из воздуха чем-то, да, вот они живут на те средства, которые вы принесли. Скажите, почему апостол Павел назвал сребролюбие корнем всех зол? Ну, я не знаю, просто мне кажется, это констатация того факта, что большинство человеческих конфликтов на почве денег. Войны между государствами. Из-за чего? Материальные ресурсы, нефть и так далее. Там убийства, там даже, хорошо, там возьмем, даже ИГИЛ, организацию запрещенной в Российской Федерации, да. Недаром, что, как бы, некоторые анализы говорят о том, что, да, по сути, идеология таких, как бы, сообществ, вот, это очень странное сочетание фундаментального ислама и социалистических идей. То есть, тоже экономика здесь играет очень серьезную роль, и апостол Павел просто это понимал и об этом говорил. Будет ли сребролюбием, если человек стремится к руководящей должности? Я бы расширил этот вопрос, желать роста своей карьеры. Это сребролюбие или нет? Ну, я скажу так, что отправная точка, карьера, должна быть другой. То, что ты делаешь, делай максимально на 5 с плюсом, а может и на 10. И, естественным образом, ты в той сфере, в которой ты, как бы, работаешь, да, ты будешь расти, в том числе и в плане, как бы, карьеры. Это нормально. Вот смысл работы, вообще, каких-то мирских занятий, да, вот в этом развитии. В священнослужении это извращение, да, в каких-то других сферах, да. Но в данном случае это как раз, это не хорошо, то есть это не духовная какая-то добродетель, да. Это не минус, это не грех, это просто вот обычная, как бы, мирская жизнь. Коль я работаю, я должен работать хорошо, ну и, соответственно, я, как бы, продвигаюсь. Это абсолютно нормально. Иногда человек свою, как бы, просто, ну, лень оправдывает тем, что я не соролюбив, я, там, лень или комплексы какие-то, или страх взять на себя какую-то ответственность. Вот, такое безволие, вот, но все это остается на совесть любого человека. Если он считает, что ему карьерный рост вредит и, как-то часто бывает, человек теряет ощущение реальности, да, вот, то его выбор может, он и поступить совсем по-другому и отказаться. Разрушьте следующее оправдание. Не возьму, не присвою я, возьмет кто-то другой. Не буду уточнять кто. Не возьмет православный, возьмет безбожник с радостью и посмеется еще над православным. Христос говорил, сыны века сего, да, как это, догадливый сынов света, да, в своем роде. Вот, да, ну что ж, ну-ка, оправдание такое есть, все, можно найти, оправдание возьмет кто-то другой. Нет, ну подождите, что получается? Да, получается, другой человек управляет нашей жизнью. То есть я что-то делаю только потому, что другой может делать как-то, это провоцирует мое поведение. А ваша позиция где? Вот я считаю, что я так делаю. Неважно, похлопают меня по плечу, скажут, ты молодец, да, или осудят там, или еще что-то. Но если что, я это делаю. Не потому, что кто-то что-то как бы сделает. Иногда бывает, бывает дело доброе и святое, но в мирском плане абсолютно безнадежное. Но его делают не потому, что что-то должно выстрелиться, а просто потому, что это правильно. Хотя в перспективе мирской истории это может окончиться не очень хорошо, да. Вот, поэтому здесь вот надо просто поступать самостоятельно. Мой коридор, и лежит сумма, купюра денег. Проходит мимо мой начальник, отец Иосифа, и говорит, что смотришь, бери скорей. Вот, и пошел. То есть фактически, ну, он бы батюш катал следствие там проводить, кто потерял эти деньги там, поиск искать. Он просто не сказал, бери, и все. Вы слишком серьезно относитесь к тому, что говорят священники, особенно монахи. Человек пошутил, а вы казачистую монету восприняли. Просто у нас у священников есть такая черта, вот, что-нибудь сказать такое. А мы тут не доходим, что человек-то привык, что батюшка-то, он только серьезные вещи говорит. А потом еще станет святым старцем, так потом это в Патерике где-нибудь или в Житии. Отец Исаак говорил, что если видишь деньги, обязательно возьми. Вот так рождаются сказания. Как найти грань здорового понимания об имуществе? Либо впадаю в огромное сребролюбие и коростолюбие, либо в абсолютно реальном понимании, надеюсь на Бога и не знаю, что буду кушать завтра, на какие средства существовать. В здоровом состоянии еще не приходилось быть. Хорошо, давайте так, смотрите. Я просто не знаю человека лично, да? Вот у вас есть там квартира, семья, дети, да? Вот рассчитайте, сколько вам нужно детям на учебу, на их становление, на ремонт, на содержание, там жилища, на то, чтобы там заботиться о своей семье, там, ну и так далее. То есть обустроить свою жизнь в таком хорошем, в таком смысле этого слова. Да, вот как это нормально делают, как бы, все люди. Вот и все, вот и заработайте эти средства. Мне кажется так, вот. А что-то вот, что не является таким необходимым, а где-то, как я уже говорил, имиджевая составляющая больше, или чисто психологические, вот, желание обладать, там какой-то, ну, поставить себе, может быть, барьер. Вот, может быть, более охотно с другими делиться. Ну, как-то вот так тут сложно. Вот с такими вопросами, конечно, к духовнику надо обращаться, потому что он, человек-то конкретный, да? А вопрос получается такой общий. Скажите, пожалуйста, как правильно реагировать на людей, которые не идут в храм, аргументируя это тем, что все священники ездят на Мерседесах? Стоит ли с ними спорить? Если да, то какие аргументы приводить? Да, мне недавно звонил один мужчина, вот, который что-то хотел там в храм прийти, занимается он какими-то культными практиками. Вот, говорит, я вот, но я в храм к вам хочу сходить, вот, и там у вас, значит, кто-то мне там, значит, можно ли мне там что-то, какое-то, что-то он там хотел приобрести, вот, со скидкой. Вот, я возьми да ляпни, что, ну, вы знаете, это пожертвенная храм, то есть, как бы вот, ну, вот, а он сразу такой, батюшка, а вот у меня вот старая Волга, а у вас какая машина? Так, резкий такой поворот, то есть, решил меня, как бы, ну, как бы съесть, да? Вот, поэтому нет, ну, не, хорошо, давайте так, давайте определим, мне даже интересно от вас услышать сейчас. Скажите, пожалуйста, вот, какую марку автомобиля, как вы считаете, может иметь священник вашего прихода, вот так, чтобы вы не смущались? Вот давайте прямо вот. Ну, нет, ладно, давайте не будем спорить, нужна, не нужна, будем считать по умолчанию, что нужна, там, все в разных районах живут, по-разному это все, как бы, бывает, да? Вот, просто у меня вопрос конкретный. Вот какую марку автомобиля вы позволили бы иметь священнику вашего прихода? Безопасную, прежде всего. Безопасную, вот. Совершенно. Ну, пока я вот слышу о людей, скажем так, ну, здравомыслящих, ну, вы же знаете, что не все священники на Мерседесах. Ну, есть, есть на Мерседесах, да. Вот, есть, да, я знаю священников на Мерседесах, которые, ну, вы же взрослые люди, вы понимаете, что Мерседес поддержанный, это, может быть, абсолютно деньги, это будет более дешевый вариант, чем какая-то новая бюджетная машина. По-разному бывает. Поэтому, как бы, здесь проблема-то не в Мерседесе, опять-таки, а в том, насколько то, чем ты обладаешь, оно, ну, соответствует задачам, как бы, твоей жизни, да? Вот. Или это просто, вот, сюда какие-то психологические моменты начинают добавляться. Вот, хочется именно, как бы, такую, там, ну, и так далее. Вот, давайте, как бы, так рассуждать. Какую машину вы хотели бы себе? Нет, подумайте, какую машину вот ваш священник, так, чтобы вы никакие, никакие разговоры, как бы, за спиной не вели, да? Стоит ли давать человеку в долг, если ты предполагаешь, что он не вернет? Не, можно давать, а можно не давать. То есть, если давать, тогда просто не впадайте в расстройство, что он не вернет потом. То есть, отдали и забыли, просто смирились с тем, что, пусть он что хочет, там, уверяет нас в своей честности, но мы знаем, и все, отдал и забыл. Или потом, если мы будем очень скорбеть, и нас, знаете, вот, не найдем себе покоя, да, и друга потеряем, да, и потом это, ну, лучше тогда не давать. Тем более, если речь не идет, понятно, о лекарствах, без которых человек не может жить, да, и, ну, о выживании человека, вот, а, опять-таки, уровень материального обеспечения и уровень жизни мы не обязаны повышать у своих друзей. Если человек может себе позволить приобрести брендовую одежду и украшения, это является сребролюбием? Нужно ли с этим бороться? Ну, я считаю так, что вообще для мирянина это не вопрос. Он может делать, а может не делать. А все это в мера совести своей, да, и вкуса. Совесть и вкус, да. Вот, тут ведь нужно понимать, какой исходный достаток. Вообще отправная точка какая-то. Может быть, кто-то раньше шил исключительно эксклюзивные вещи, носил только их. Для него переход на бренды, массовые линейки, это дауншифтинг. Уже хорошо. Для кого-то это совсем другое. Здесь, опять-таки, нет единого шаблона. Но мне кажется, все-таки одежда должна соответствовать норме адекватности, вкуса, удобства и, ну, чтобы не пришлось, опять-таки, через месяц покупать что-то новое. Да, вот какой-то весь, наверное, есть средний какой-то здесь вариант. Может ли человек пожертвовать деньги на храм, если они заработаны не совсем честно, не по закону? Будет ли это грехом? Да, вот такой вопрос. Ну, многие храмы построены, я так думаю, на деньги, которые вот как-то вот так или не так. Ну, по крайней мере, как люди говорят. А может быть, если явно известно, что цена преступления, убийства, то, наверное, однозначно нельзя. Святитель Николай Японский взял деньги на храм у иудея-ростовщика. Да, хотя, в принципе, ростовщичество – это грех. Но взял их на храм Святой Николай Японский. Мне кажется, это вопрос очень сложного морального выбора. Опять-таки, чего мы хотим, с чего мы исходим. Если это очередной храм, где появились множество храмов, может быть, Господь и посчитает это грехом. Если это единственный храм на тысячу квадратных километров. Но ведь у нас вот в чем проблема-то? Мы немножко зациклили на храмах каковых. То есть, вроде как нет храма, значит, нет церкви. Вот представьте себе, у нас ситуация изменится, все храмы опять разрушат. Означает ли это, что церковь перестанет быть? Ну, где-нибудь так вот будем с вами собираться. Проблема в том, что храм это строится, но люди, которые хотят не ходить, не могут их построить, потому что у них нет денег для этого. А иногда не готовы ходить в храм, пока он не будет построен. И вот священника назначили строить храм. Вот это такая коллизия, братья или не братья. Я в такой ситуации не был, поэтому судить не буду. Сложно. Я согласен, что это сложный нравственный выбор. Не могу ничего сказать. Честно. Что значит фраза, да запотеет рука дающего? Что делать, если не всегда хочется подавать милостыню? Это, по-моему, то ли послание Варнавы, то ли Дедахе. Дедахе, да? Ну, то есть давай с рассуждением. То есть не рука запотеет, а монетка запотеет в твоей руке. То есть, ну, когда долго держишь, да, там рука потеет, соответственно. То есть подумай, прежде чем давать. Причем парадоксально, что одновременно встречаются советы, давай без разбора, потому что дающий, берущий, да, сам ответ. Это, как раз, по-моему, Дедахе. А вот в послании Варнавы говорится, что как раз давай, как бы, пусть запотеет рука. Ну, может, меня поправят в комментариях, батюшка неправильно процитировал святых отцов. Приведенные примеры с квартирами непонятны. Если дальше родственники хитростью завладевают квартиры и лишают ребенка жилья, неужели не надо бороться и отдать квартиру, чтобы человек остался на улице? Нет, речь не идет о единственном жилище. А чтобы у тебя есть дом, он еще что-нибудь получить. В таких ситуациях, да. Вот я, пример с квартирами, он касался именно этого. А никогда, это единственное жилище, конечно, здесь, в общем-то, благоразумно, в общем-то, законными средствами отстаивать свое право. Это вне всякого сомнения. Как в семье решить вопрос с шубой, в кавычках? Ну, имеется в виду, наверное, в принципе, с такого рода желаниями. А если она есть, то с тем, что она короткая, или уже второй сезон та же самая. Шубы ведь могут принимать любую форму в желаниях, машина, квартира. Да. Ну, я думаю, что давайте попытаемся разобраться, а что за пустота в человеке, который пытается таким образом заполнить? Что не так? Может быть, муж что-то не так делает, чего-то такого не дает, что вот она компенсирует это как бы шубами, да? Или человек изначально сам такой, что вот ему вот эти элементы, вот эти вот, скажем так, вот эта периферия жизненная, да, как бы очень важна. Вот. Это очень сложно. Тут... Я не знаю каких-то таких приемов, которые человеку помогли бы избавиться от страсти, потому что иногда избавление от страсти – это вопрос озарения какого-то. Когда за человеком молятся, там, Господи, вразуми, там, мою супругу, там, как-то вот. Вот как человек... Вот откуда человек является это чувство, что брать это не всегда тебе... Вот когда берешь, это не всегда тебя удовлетворит, а наоборот, тебе от этого плохо может стать. Внутренне, я не говорю, как бы внешне. Вот. Ну, это похожие вопросы, там. Вот если у меня, там, неверующий родственник, да, как это пробудить? Ну, вот. Если рациональные доводы, как бы, не действуют, есть желание – хочу, хочу, есть некие стандарты, и человек не успокоится, пока не станет этим стандартам соответствовать. Я вот, ну, я не знаю, что сказать. Что это сказал бы отец на веткачевке? Скажу, что... И все. Может быть. Как вы относитесь к кредитам, ипотекам и игре на фондовой бирже? Кредитам, ипотекам? Ну, вот я, допустим, я брал кредит на автомобиль, да. Ну, опять-таки, если какая-то есть вот жизненная необходимость, вот, 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 как нету жилья, нужно средства передвижения, человека другой возможности, как бы, нет. Ничего такого в этом нету, но просто нужно как-то понимать, что, ну, нельзя, не надо в это заиграться. То есть, у нас же много людей, которые понабрали кредитов, и, ну, так увязли просто, что кто-то и руки на себя накладывает, и еще что-то. То есть, контроль, ну, нельзя ослабевать. То есть, ты должен понимать, что, вот, не просто кредит, кредит же навязывают. Мы вам одобрили кредит, как здорово, да. Вот оно, а рассчитан психологический эффект. Вот оно рядом, вот тебе, простите руку, возьми, у тебя это будет. Человек же говорит, зачем, для чего, как я буду выплачивать, там, и так далее. То есть, здесь нужен максимальный, рациональный, четкий расчет. Вот, плюс ко всему, какой-то, ну, скажем так, расчет и на неблагоприятные обстоятельства. Это риск. Но это решение человека, вот он его принимает, на соответствие, или не принимает. А фондовая биржа, принцип какой здесь фондовая биржа? Я не знаю, просто принцип работы фондовой биржи, что это за способ заработать. Но я так предполагаю, что куда-то вложил деньги, получил прибыль. Ну, тут тоже нужно рационально изучить этот вопрос. Действительно люди так зарабатывают? У меня создается ощущение, что, скорее всего, зарабатывает тот, кто очень много вкладывает. А вот, скажем так, обычные люди, да, скорее всего, либо ничего не зарабатывают, либо что-то очень смешное, либо остаются, наоборот, в убытке. А зарабатывают те, кто проводит курсы и семинары, как заработать на фондовой бирже. Можно ли считать сребролюбием и коварством ожидание исполнения детьми долга родителям? Да нет, почему же. Ну, посмотри, какого долга. Если ты вырастил детей, говоришь, вы у меня по гробу должны. И этим терроризируешь их постоянно. Что имеется в виду? То есть, любые дети должны не бросить своих родителей в беде, в нищете, в голоде, в болезни. А вот что имеется в виду? Как бы манипуляция какая-то, что ли, да? Что я вас родил, я столько всего вас вложил, и вы мне теперь должны. А что должны? Путевку куда-то каждый год или что? Или просто как бы содержание? Да нет, ну как-то в разумных пределах. Ну, это само собой разумеюще, что дети не бросают родителей. Вот, интересуются, как у вас с деньгами, там, мама, как там, то, как все. Так, еще кто-то устно хочет вопрос задать, пожалуйста. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Да, здравствуйте. Отец Андрей, вот я хотела спросить. Много-много лет назад, ну, я в храме с 91-го, мне священник, я задала вопрос, и священник мне лично сказал, который, в общем-то, не очень меня знает, это в храме около моего дома, живоначальной троице в Хорошеве. Он говорит, я говорю, скажите, что делать, столько много просящих денег, ну, бабушка у меня, конечно, без вопросов, даю сама даже, ну, молюсь и без вопросов. А вот когда мужчины, особенно молодые, и, конечно же, даже видно по лицу, что пьющие, он мне говорит, никогда, категорически никогда не давай им денег. Вот, и я сделала вывод, что денег я не буду давать, я, знаете, поскольку тяжести очень много приходится таскать, я купила большой-большой вот этот пакет с чаем, пакетики, дорогой какой-нибудь чай, и я, значит, даю им пакетики. И прошу еще молитв о упокоении моих родителей, якобы и Татьяны. Нет, ну, пожалуйста, конечно, только бы, ну, я считаю, что батюшка правильно сказал, именно подход с рассуждением, да, то есть, вот сейчас Даша пойдет опять купит алкоголь, да, то есть, это же еще больше погрязнет вот в этой ситуации. Другой стороны, что проблемы-то мы этим не решим, вот. Вот, я знаю, что есть люди, которые целенаправленно занимаются вот такими бездомными, вот, и очень интересные, а я обычно, думаю, интересном принципе услышал, они этих таких бездомных вовлекают в помощь другим бездомным. То есть, нет такого бедного человека, который бы ничем не мог помочь другому. И не у всех, конечно, но у многих это вот поднимает на какой-то иной уровень самоуважения. И действительно, вот это явление, о котором вы говорите, оно пропадает. Ну, в отличие, я, например, чай бы не стал, знаете, а как они будут заваривать? Прямо в рот что-то класть и запивать? То есть, бывает, что им негде это, как бы, сделать, как бы, налить, да? Поэтому, может быть, что-то такое готовое уже, как бы, давать. Но, в принципе, решение правильное у вас там, как бы. Еще я, знаете, хотела спросить, ну, я для себя сама решила. Я нашла однажды деньги, а деньги, 50 рублей, отдала их в храм или купила свечу огромную и поставила, и сказал, господи, я не знаю, кто их потерял или, там, может быть, переживает даже за них. Вот, но ты вот помолился об этом человеке. И в этот же день я потерял тысячу своих. Я призадумалась, потом подумала, ну, это, может, совпадение. Вот, и я все равно продолжаю, если я случайно нахожу действительно деньги, и я рядом не видно в округе людей, я просто отношу в храм и ставлю свечу и молюсь об этом человеке. Но после не значит вследствие. А? После не значит вследствие чего-то, да? Вот, так что правильно, наверное, вы... Ну, понимаете, мы хотим, вот, вот честно, мы православить хотим, чтобы у нас был вот такой талмуд, где все расписано, вот, вот, толкование на толкование, правило на правило, закон на закон, в любой ситуации все расписано. А мы не понимаем, что исполнение закона Божьего, это как раз вот эти муки внутренних решений, муки совести, где не всегда однозначно можно поступить правильно, а иногда речь идет между меньшим и большим злом. Вот, да? Вот, вот это и есть вот необходимая вот составляющая часть духовной жизни, без которой мы не будем развиваться. Поэтому надо мучиться, и не надо пытаться убежать от этих внутренних мучений. Вот, вот, все, я согласен с вами, да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой пример вы, пастори, батюшки, должны показывать нам, чтобы мы, глядя на вас, были менее серебрюбимыми? И как вам это в проповеди говорить, что вам говорить в проповеди народу, чтобы не было культа денег? Сейчас я прошу, хорошо. Я то, что расслышал, я отвечу. А почему, вот, поймите, поймите меня правильно. А почему мы говорим, что священник должен показывать пример? Нет, почему? То есть, с какой стати православному христианину нужен пример священника? Есть Христос, есть заповеди, есть Иван, есть некие объективные вещи. И если, как бы, твой духовный уровень зависит от того, что соответствует ли священник на твоем приходе вот этим требованиям или не соответствует, это какая-то, во-первых, это, как бы, некая нездоровая ориентация, как бы, на целиком, как бы, иерархию священника. А что, значит, если священник не подает пример, значит, и я могу, да? То есть, давайте вот так объективно рассуждать. То же самое и священник, он не должен думать, ну, вы знаете, вот, мои прихожане гораздо богаче меня, поэтому я должен им соответствовать, поэтому я могу... И обратно же есть связь. Поэтому я вас очень прошу, не надо на священников навешивать всего, да, вот, что только можно. Вы наш идеал, вы наши, скажем так, путеводители и так далее. Очень хорошо, когда мы соответствуем этому. Большинство священников – это люди, борющиеся и пытающиеся соответствовать Евангелию, насколько у них хватает силы, а иногда не хватает. Поэтому замыкать все на священнике, ну, давайте, давайте здраво смотреть на вещи. Священник такой же христин, как вы, со мной теми же потребностями, и он несет в церкви это служение священникам. Он также борется с грехами и соблазнами, как вы. Поэтому если мы постоянно будем, священник уже, вот, батюшка, вот вы должны, должен. Но священник должен соответствовать вот этому идеалу точно так же, как этому идеалу даже соответствуют все вы. Поэтому если он вперед куда-то уходит, хорошо, но ушел вперед, хорошо, замечательно. Но я не потому сам борюсь со стороны, что у меня священник, он страсти, да, поборол, а просто потому что так Христос говорит. Поэтому не надо, вот, это тоже, ну, на мой взгляд, такой подход не совсем, как бы, такого церковного, как бы, мышления, да. Вот, то есть мы либо, может, сейчас немножечко сгущаю краски, да, то есть мы либо священников наделяем какими-то неземными свойствами, что ложь, а потом горько в этом разочаровываемся, хотя мы даже не порог священника увидели, а просто, ну, что он человек. Либо наоборот, другая крайность, цинизм. Да знаем мы, как там они, на самом-то деле я все знаю, как там они, там, чего там у них, да. Вот, давайте смотреть на это адекватно и друг друга поддерживать. Поэтому не подумайте, что меня это там задело, но просто действительно это изначально неправильная ориентация. Вот, священник, идеал. А если вдруг все священники, например, во времена Иисуса Христа, вот это саддукейское сословие первосвященника, они особо-то и не верили даже в духовный мир. И в этом смысле не могли быть идеалами. Но появляются фарисеи. А фарисеи кто такие? Это миряне, которые, несмотря на такой рационализм и материальная ориентированность саддукейства, решили, мы будем жить по Писанию. И нам не важно, дают священники пример или нет. Понятно, что у фарисейства у них другой крен пошел, да. Вот, но это отчасти, ну, как я думаю, так, реакция на вот это такое. Ведь саддукей, это именно священническое сословие. Но оно почему-то было крайне рационалистично, именно зациклено на материальных делах, как вот эти вот лавки, каяфы пресловутые и так далее. На первой встрече отец Вадим Леонов сказал, что через страсть с революбией удовлетворяются все страсти. Так ли это? Поясните, пожалуйста. Ну, надо Вадим сказать, что он имел в виду. Ну, может быть, там, ну, а, ну, как, может быть, он имел в виду, что... Ну, мы сейчас, понимаете, занимаемся толковами слов отца Вадима Леонова. Надо у него спросить, что он имел в виду. Это значит, что мы с отцом Вадимом Леоновым должны иметь в виду абсолютно одно и то же явление в одном и том же отношении. Но пока это как бы не считает, поэтому я не знаю, как это опровергать или соглашаться. Должен ли христианин платить десятину в храм или давать сколько можешь? Мы возвращаемся опять назад. То есть вы должны понимать, что наши храмы, они существуют на вашей пожертвовании. Вот как десятину, не десятину, как здесь. А если у человека зарплата, там, минимум, да, мрот, там, 18 тысяч, десятину уже 1800. Как он может? А другого там зарплата миллион? Что-то еще вот, да. Поэтому давайте, это такой больше ветхозаветный подход. Все как бы от человека и в меру его ответственности и возможностей. Пожалуйста. Вопрос, наверное, похож, когда мы не хотим платить, вносить фиксированную плату за совершение тайнц. Да, мы сребролюбцы или это наша несознательность, несознательное желание не участвовать в жизни церкви, в жизни прихода. Ну, когда люди этому сопротивляются, бунтуют. Вот почему сейчас за отпевание, там, такая-то денюжка. За крещение тоже нужно заплатить, за венчание тоже. И люди, ну, слышишь просто вокруг и понимаешь, что люди задаются этим вопросом. Как бы, как себя правильно вести, как, в принципе, на это реагировать, да. Как правильно понимать это, что мы так участвуем в жизни. Это, как бы, естественная реакция, как бы, отторжение, аллергия, да. Когда мы ощущаем, что возникает какой-то формализм и коммерциализация, как мы это понимаем. То есть, это нормальная, вот, само по себе этот вот позыв, какого-то, ну, не нравится, да. Это нормальное чувство. Немножко сложнее с церковной утрею, потому что, понимаете, храм церковной утре закупает по той цене, которую дают поставщики. Соответственно, если, как церковная утре распространяется, бесплатно, то не просто пожертвования храму не поступают от вас, а, получается, храм жертвует вам. Что, в общем-то, неплохо, но... Просто вы это должны понимать, что если я вот... Отдайте, ну, вот, на пожертвовании задайте мне эту книжку бесплатно. Держите. Но при этом вы должны отдавать отчет, что почему-то я вот пошел в храм, чтобы храм мне что-то пожертвовал. Ну, меня пожертвовали. Там, храм в минусе, ну, какая разница-то. Они же должны все, как бы, как сказала одна прихожанка, батюшка, ну, вы же должны... Вот, поэтому, ну, нормально, но... А дальше уже начинаются детали. Что, почему, как бы, как. Вот, я не знаю, у нас вот... Мне такое ощущение, что, наоборот, люди, когда вот нет каких-то фиксированных, да, вот, именно за участие в таинствах, пожертвования, или даже когда вообще на этом не делается никакого акцента, люди даже как-то, мне кажется, больше иногда готовы жертвовать, и в целом моральная, как бы, обстановка, она совсем другая. Ну, тут какое-то встречное должно быть движение, понимаете? Ну, вот, с обеих сторон она ситуация такая вот... Все-таки и для храма получается, раз заплатите, там, пять тысяч за индивидуальное крещение, да, для храма вы чужие, получается. И храм для вас чужой. Вот с какой стороны начнется вот это вот таяние льда? Так что нашему, как бы, православному сообществу, мы нам и священникам, и всем нам есть куда развиваться. Есть ли у нас еще вопросы, братья и сестры? Да, пожалуйста. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, как нужно ответить человеку, сталкиваясь с тем, что вот говорят, ой, если ты заплатил, значит, это уже недействительно. Я объясняю, что это жертва на храм. Нет, все, если, значит, заплатил, значит, сейчас такую литературу распространяют, в которой пишут, что если вы поощряете, типа, вы сами даете, вы за это платите, и в результате таинствование недействительное перед Богом. Да нет, ну, понимаете, даже фиксированное, ну, назовем так, фиксированное пожертвование, все равно пожертвование на храм. Просто неприятен сам момент, что, а если я вот не могу, а вот получается, что, тогда мне что, меня скажут нет. Хотя, например, вот у нас в храме за записки фиксированное пожертвование, там, лукаво так назовем, да. Вот, например, я, ну, по крайней мере, вот работников, да, мы инструктируем так, что вы видите, что человек не может, или он мнется, там, или еще что-то, без, то есть, не надо требовать, там, пусть сколько может, столько и даст. Но иногда бывает так, что ты можешь даже работникам 10 раз сказать, а потом приходит, батюшка, ну, что ж такое-то, у меня записки не принимают, у меня вот с собой столько, вообще ничего нет, ну, что ж теперь. Приходишь, почему вы, как бы, ну, не приняли у женщины записки, я же вам говорил, что, вот, ну, батюшка, ну, мы что-то, вот, мы не поняли, они как-то, ну, бывают такие ситуации, это очень-очень-очень-очень сложное. А как это все проблема решает, я вам уже сказал, но чтобы так было, это, ну, все должны для этого созреть, очень серьезно. Ну что, братья и сестры, время уже позднее, давайте отца Андрея поблагодарим. Спасибо. Бог даст, через неделю также здесь встречаемся, мы поговорим о связанных между собой страстях печали и уныния и надеемся, что в следующий понедельник к нам снова придет ладыка Пантелеймон. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ